Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика, 4 класс, автор Чекин, часть 1, задание 131. За блокнот и книгу заплатили 120 рублей. Книга дороже блокнота в 5 раз. Сколько стоит каждая из покупок? Сделай краткую запись задачи, дополнив следующую таблицу в тетради. Таблица дана. Дальше вопрос. Сколько блокнотов можно купить за те же деньги? Что потрачено на покупку одной книги? Сколько всего блокнотов можно купить за 120 рублей? Какова цена блокнота? Реши задачи, вычисли и запиши ответы. Итак, давайте начнем с того, что заполним таблицу, данную в учебнике. Вам необходимо эту табличку к себе перерисовать в тетрадке. Я же воспользуюсь той, которая есть на экране. Я вот так вопросик здесь сотру. Почему? Потому что в этой клеточке мы будем записывать данные. Итак, давайте рассмотрим табличку еще раз. В первом столбце у нас указаны вид товара. Всего было куплено один блокнот и одна книга. Какова цена блокнота и книги? Неизвестно, но известно, что книга в 5 раз дороже блокнота. Тогда вот в этой пустой клеточке теперь запишем так. Цена книги неизвестна, но известно, что она в 5 раз дороже блокнота. Вот так мы дополнили табличку. Так, ну в третьем столбце у нас указано количество. Всего был один блокнот и одна книга. И в четвертом столбце у нас указана общая стоимость покупки. То есть блокнот и книга вместе стоят 120 рублей. А теперь мы будем отвечать на вопросы задания. Вот вопрос первый. И записывать эти вопросы. Итак, вопрос первый. Сколько блокнотов можно купить за те же деньги, что потрачены на покупку одной книги? В условии сказано, что книга в 5 раз дороже блокнота. То есть, чтобы узнать стоимость книги, нужно стоимость блокнота увеличить в 5 раз. Таким образом, можно сказать, что за деньги, потраченные на покупку книги, можно купить 5 блокнотов. Запишем это. За деньги, потраченные на покупку книги, можно купить 5 блокнотов. Вопрос номер 2. Сколько всего блокнотов можно купить за 120 рублей? Итак, мы выяснили, что за деньги, которые были потрачены на покупку книги, можно купить 5 блокнотов. Тогда за 120 рублей, за общую стоимость покупки блокнота и книги, можно купить 5 плюс 1 блокнот. То есть, всего 6 блокнотов. Так и запишем. За 120 рублей можно купить 6 блокнотов. Еще раз. Вот в этом количестве 6 блокнотов содержатся те 5 блокнотов, которые можно купить вместо покупки одной книги и плюс еще один блокнот, который на самом деле был куплен. Всего 6 блокнотов. Так, теперь вопрос третий. Третий вопрос такой. Какова цена блокнота? Ну, раз мы выяснили, что за 120 рублей можно купить 6 блокнотов, тогда, чтобы узнать цену одного блокнота, нужно 120 разделить на 6. 12 десятков на 6. 2 десятка. Это получается 20 рублей. А это цена, значит, рублей за штуку, потому что блокноты можно исчислять штуками. И вот 20 рублей за штуку, это мы узнали цену блокнота. Цена блокнота. Так, ну и теперь сказано у нас, реши задачу. Ну, задача, вопрос содержится в самом начале. Там спрашивается, сколько стоит каждая из покупок. То есть, имеется в виду, сколько стоит блокнот и сколько стоит книга. Сколько стоит блокнот, мы узнали. А сколько стоит книга, мы можем узнать, если мы от общей стоимости покупки, а это всего 120 рублей было потрачено, из них 20 рублей было потрачено на блокнот, осталось 100 рублей. и это то, что было потрачено на покупку одной книги, потому что за 120 рублей купили один блокнот и одну книгу. Значит, вот это 100 рублей за штуку, это мы узнали цену, это мы узнали цену, цена книги. Так, ну вот, на все вопросы мы ответили, теперь нам только нужно записать ответ. Задача спрашивается, сколько стоит каждый из покупок. Отвечаем. Блокнот стоит 20 рублей за штуку, а книга тире 100 рублей за штуку. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. До новых встреч!